Дело о самой масштабной строительной афере Нижнего Новгорода снова в суде. Рассмотрение этого дела началось еще три года назад, и первые заседания проводили даже в кинотеатре «Буревестник». Пострадавших было такое количество, что их не мог вместить в зал суда. Еще 9 лет назад компания «Нижегородский домостроительный кабинет» должна была сдать многоквартирный дом на улице Машинной. 260 человек отдали застройщикам свои деньги, но жилья так и не дождались. В декабре 2016 года главные обвиняемые по этому делу, исполнительный директор компании Юрий Зюзин и финансовый директор Александр Черепнин были признавиновными и приговорены к 6 и 6,5 годам лишения свободы. Дом пришлось достраивать самим жителям за свои средства. Однако осужденные застройщики подали апелляции и сегодня в областном суде пытались доказать свою невиновность. Я с вами не знаю, никакого вещей не было, а это я настаиваю, я вам отдать, отдать не приговорюсь. Почему не удалось вовремя достроить дом? Ну, на этот вопрос ответить возможно нельзя. Мы так вот об этом говорили с ними, а вы хотите, чтобы я вам застрелил? Я данных действий не совершал, и я убежден, что сейчас я получу полностью оправдание. Сколько раз обращались, достройте дом, достройте дом. Одни обещания, одни обещания. У нас уже просто нервы сдают, потому что за такое время у любого здравого человека нервы сдадут. Семь человек у нас умерло. Не дождались своих квартир. Квартиру снимать, кредит платить, еще ремонт на какие-то деньги надо делать. Да плюс еще достраивались за свои деньги. Вот какая нагрузка на нас всех. Это как, хорошо? Что они хотят оправдаться, что они чистые и пушистые. После того, как мы пережили столько, мы утратили свое здоровье, мы утратили столько денег. Вот наш дом. Заплатила я денежки в полном объеме в апреле 2009 года, а сдали его в октябре вот этого прошлого года, 16-го. На достройку дома ушло где-то 48 миллионов. Походу очень быстро делали все. На скорую руку пришлось переделывать стены. А потому что они болтались, то есть за детях нельзя было. Ребене приходят для проживания. В зимний период температура помещения составляла 3-5 градусов. Даже работники, которых я планировала, они для ремонта отказались там работать. И то, что жить, там невозможно было находиться. Гнилые окна, перегородки из картона в санузле. То есть полностью помещения непригодны для проживания. Директор, а также финансовый директор организации были осуждены к реальному лишению свободы, за растрату, а также пособничество о растрате. В ходе судебного заседания в суде первой инстанции они свою вину не признали, в связи с чем ими были поданы апелляционные жалобы. Да, я виноват перед людьми, которые здесь сидят. За то, что я вовремя не построил дом и не передал квартиру. Так и судите меня за это, за недостроенный дом, а не за хищение, которого я не совершал. Уважаемый суд, прошу вас принять единственное правильное решение и вынести оправдательный приговор в отношении меня по этим двум эпизодам. Вину свою не признавал, не признаю и никогда не признаю. И буду доказывать свою невиновность до самой смерти. Приговор с Романского района в суде первой инстанции в 2016 году в отношении тебя Юрия Алексеевича и Александра Юрьевича оставить без изменения операционные жалобы осужденного участия Днина защитников и представителей потерпевшего без удовлетворения. Приговор оставим без изменения, жалобу без удовлетворения. Спасибо. Так и должно быть. Справедливость восторествовала.